У нас присутствуют депутаты Народного Совета Акрикуленко Юрий Алексеевич, также Демченко Татьяна Трофимовна вам представляют. Также у нас присутствует Губанов Олег Владимирович, это председатель общественной организации «Свободный Донбасс» нашего города, экс-мэр нашего города, вы помните, пережили все бомбежки под руководством него, прошу и рекомендую задавать вопросы, он в курсе делал. Значит, еще у нас присутствует здесь руководитель районной организации «Свободный Донбасс», у нас присутствует здесь Алексей Бойко, вот он сейчас в зале. Также присутствуют наши ЖЭКи, которые обслуживают данные территории, правоохранительные органы участковые, я его не видел, извините, не появился, но он должен вот-вот прийти, дежурный сказал, что он сюда на пути будет. То есть все вопросы, которые можно задавать и нужно задавать, и возможность вам ответить. Губанов Олег Владимирович, я родился в этом городе, вот уже живу здесь, в 6-й десяток, я его безумно люблю. Так сложилось, что в 2010 году я был избран депутатом городского совета, и в 2014 году в это тяжелое время на меня вложили обязанность руководить городом депутата городского совета. Как у меня получалось, ну судить вам, но за это время мы старались, чтобы беспереборно работали все коммунальные службы. В то время, когда не было ни топлива, ни помощи, ни откуда, мы своими силами, благодаря вам, нашим предприятиям, мы восстанавливали те объекты, социальные объекты, которые были разрушены. И вы можете сами судить, насколько оперативно это дело. И я горд за наш город, я горд, что живу с такими людьми трудолюбивыми, мужественными, прекрасными, добрыми. Спасибо вам за это. Какие будут вопросы ко мне по моей той работе, какие вы будете задавать вопросы, естественно, я постараюсь на вас на их ответить. Также я еще являюсь помощником депутата Сереженко Александра Анатольевича и являюсь вице-президентом Федерации борьбы самбо Донецкой Народной Республики. Спасибо за внимание. У нас такой славный город, из тех ближних горлов, как город-герой. У нас здесь столько химиков, металлургов, шахтеров. Почему у нас нет мэра, представителя нашего города, как был? Почему нам везут с Енакиево, с Киева, еще откуда-то? Вы же депутаты, скажите, пожалуйста, почему? На сегодняшний день мы понимаем, что практика сейчас используется как назначение мэра. Мэры, которые на сегодняшний день работают в нашем городе, это представители Донецкой Республики, которые в парламенте были депутатами, и они назначаются главой. На сегодняшний день другого механизма нет. Будут выборы, которые планируются, они меняются, дата пока не может быть точной. Мы не против назначения, а почему нельзя назначить горловчане? Я думаю, что этот вопрос скорее будет уже на выборах рассмотрен, и я думаю, будут участвовать именно горловчане, как кандидаты в мэры, и у вас будет возможность избрать того, кого вы посчитаете. Это будет примерно в сентябре. Вы поймите, это сейчас переходной период, и в принципе, главе государства решает. Это его компетенция. А на выборах вы сами выберите, кого вы хотите. Те кандидаты, которые будут выбираться. Это уже ваше решение. Поэтому на переходной период, вы поймите, нужна жесткая дисциплина. Почему глава такое решение принимает? Это его компетенция. Он за это несет ответственность. Поэтому он принимает такое решение. У вас есть такое впечатление, что когда нас обстреливают в Бомбире, пока не было, чем пронуть. У нас была большая уверенность, что будет сына, что будет вода, что будет сюна. Хотелось бы, что, знаете, где-то как-то и забывалось, и мы это обрели. Но это обсуждение. Вопрос такой. Когда смотришь передачи новостей, Донецк и асфальт там, и там, и вон, ну город живет в мирное время. Морловка, как другое государство. У нас единственное развлечение, это наш Спартак, который не работает. И парк, в который я обращалась к мэру, это уже третьему мэру, если он здесь был. То есть лет пять, один и тот же вопрос. Сделайте нам хоть единственную зону отдыха. Наш парк. Очистите. Нам не надо там, не без чего. У меня есть тарификация, по которой производится оплата в жизнь. Почему-то, во-первых, она напечатана на украинском языке. Это бог с ним, ладно. Во-вторых, она напечатана в гривнах. Опять бог с ним. В-третьих, начальник Женка берет от себя, ставит какой-то куст. Два пусть три. Пересчитывает. Сколько платит. Назовите какой же. Медицинская. Харитинская. Нет, у вас на дверях стоит целый список, целый прескуран в ваших работах. К примеру, вы должны сделать в подъезде ремонт. Вы делаете? Нет, вы не делаете. В санобработке они делают. Знаете, как подошли, вот так киданули при мне лично и расписали. Все мы шеи в этом году. Да. А как вот это? Почему у вас это написано? Почему вы с дверей не уберете этот листик? Почему вы с дверей не убираете листик, где написано замена лампочек? Вы не убираете. Это входит в стоимость кварплаты. Объясните, за что я плачу? За содержание дома я плачу такую сумму денег. Я плачу отдельно вода, отопление, газ. Я просто не сняла этот листочек с дверей. По каждому комнату можно пройтись. Эти работы вы не выполняете. Я согласна платить уборникам за уборку, потому что они действительно убирают. И в поддержку заметают женщины. Все. Больше работ не происходят. Дело в том, что я тоже по этому же хочу сказать. Если человек принципиально не платит, то я плачу ежемесячно. У меня же за февраль месяц заплачено за квартиру. В марте месяце в прошлом году я написала заявление отремонтировать крышу. Когда в 2014 году на мне текла, была война, я не писала. А в марте написала. И когда пришли с комиссией на четвертый этаж ко мне, не ко мне, а к соседке, а я на пятом этаже. Я ей говорю, зайдите ко мне, посмотрите, у меня угол отвалился, все. Она мне, вашего заявления у меня нет, я не пойду туда. И ушла. Даже если бы заявления не было, но это ваш объект, придите, посмотрите. Она ушла. Я беру свое заявление, которое я писала в двух экземплярах, иду туда к ним. А мне, знаете, что сказали? Ах, как вам мне повезло. Начальник, который демастер, ушел в отпуск и забрал ваше заявление. И поэтому нам он его не оставил. Это смешно, понимаете как? До сих пор крыша течет. Начали крышу, мне предоставили 7 тысяч, нужно было гривен летом вначале. Заплатить, туда предоплату сделать. Хотя у меня долгого вообще не было. Мне нужно было предоплату сделать 7 тысяч гривен, понимаете как? И потом эта сумма подросла уже, я не в состоянии была это сделать, понимаете? Потому что операцию сделала и все. Я свои проблемы не буду. Мне рассказывали там, поставили мне список, сколько стоит это все, сколько обойдется крыша в ремонт, что туда входит, какие цены. Отдали мне и все. Начали крышу крыть, когда пошли дожди. Все, дождь пошел, вот, и не прекратили. У меня как текло, так и течет, обвалилась и штукатурка, и все, и обои. Мой ремонт никому не интересен. Это недорого, понимаете? И шпаклевать, и гниль выводить, и прочее. А вот все остальное ценится. Вот и все. Вот это шейк номер, я как начальник этого ходила. Он мне голову морочит, прячется, тонко дратики, тонко все ремонт где-то ездит. И больше ничего. Вот это работа не будет. Можно я скажу? А я хочу сказать. Вот вы все тут начинаете говорить. Я хочу сказать. А не хотите ли вы сказать спасибо, что у нас есть свет, вода и тепло? Войну. Пожалуйста. Да, да, спасибо. Я лично тоже не платила, потому что пенсию не платили. А когда только начали платить пенсию, я жрать ничего себе не. Я на 20 килограммов похудела, сейчас я отъелась. Я не жрала ничего. Я заплатилась сначала за квартиру. А я в своем доме хочу сказать. Нет. Да, если человеку не за что платить, пусть не пользуются светом. Но я знаю людей, которые вполне могут платить, принципиально не платят и думают, что проедут. Вот займитесь этим вопросом. Разберитесь. Да, если человек не может платить, пусть... Подожди. Я слышу 30 лет, а ты не работаешь. А ты мне рассказывай. Пусть в каждом случае разберутся. Если он не работает, он не может платить. Я один такой. Я один такой. Что вы нашли? Я слышу, что одним из этих вопросов это уже как раз. Это улучшение наших домов и наших против. Здесь, женщины, помолчите. Все прекрасно можете ответить на вопрос, что улучшение потихонечку наступает. Не хуже становится? Нет. Хуже становится. Но не так быстро. Мы тоже этим вопросом занимаемся и говорим. Ну так сразу, чтобы было очень плохо и на другой день стало все отлично. Но так не бывает. Постепенно это делается и будем работать в этом направлении еще лучше. Вопросы разобрались не ругаться, а собрались услышать ваши вопросы, ваши проблемы, чтобы их решить. Поэтому вы сейчас не ругайте меня или руководителя администрации или еще кого-то. Вы просто говорите проблему, озвучивайте. Мы ее сейчас записываем. Записываем на видео. Покажем потом министру ЖКХ, министра топлива и энергии по поводу зарплат. Поверьте, мы там стоим за вами горой. И точно так же возмущаются и добиваются того, чтобы вы получили то, что должны получить. Вы хотя бы на всякий случай можете выделить самого главного активного, самого любопытного. Взять на экскурсию в парламент. И под ними услышите сами, что это не пустые слова. Все ваши проблемы будут озвучены. Вот выбирайте любого человека, назначаем дату поехали. Очень тяжело добраться в полпятого. Уже нельзя добраться в полпятого. Вот свой вопрос еще. И не забывайте свои эмоции. Здесь сидят дети. Аккуратней со словами. Давайте что касается коммунальных услуг. Я скажу на ЖКХ и во время войны, и сейчас до сих пор. На ЖКХ, ну, всегда люди обижались. Ну, я ни разу, например, не слышала, что в ЖКХ рассказывали с вас еще. Ну, так случилось. Давайте сделаем так. Вот, если вы знаете какие-то нарушения, если вы чувствуете, что вас обидели, ну, обращайтесь, придем вам на помощь. Но, платите, если есть такая возможность. Если есть такая возможность, повторяю, хотя бы немножечко, хотя бы частями нужно подожать. Потому что не будет поступления, хотя бы минимальным, кусочками. Вот как вы можете, не будет зарплаты людям. Фонд жилой, он не будет восстанавливаться. Его же восстанавливают за счет коммунальных платежей. Поэтому мы заинтересованы в этом, должны быть сами заинтересованы. Или мы хотим восстановить, или будем ждать, пока он остановится. Конечно, отцу помогаем. И вот сейчас есть поступление. Сейчас есть стекло. Поступил герой. Составлен план. Есть план. Я вот сегодня обращалась в замок Кожи. Как он поднимался? Вопрос, я попросила. Есть строительные материалы. Составлен план ремонта. Вот ко мне сегодня обратилась женщина. Вот я тоже буду понимать этот вопрос. Она пострадала еще в 2014 году. А в плане она стоит только на август-сентябрь месяц. На пятом этаже не все течет. Поэтому мы сейчас эти вопросы все соединим. Я из того, что записала. Мы все соединим сейчас и будем думать, как это делать. Что касается субсидий. Что касается субсидий. Мы поднимаем там этот вопрос. Но нам министрам пока твердят, что они не разработали механизм выклады субсидий. Когда они несят нам? Если бы вы их видели как бы там похлеще, чем здесь. Мы там ну как собаки. Вот понимаете? Представьте. Как собаки в этом народном совете. Ссоримся и доказываем, что здесь люди, что переживают люди на местах. Вот. Поэтому война у нас там идет шуткая. И эти вопросы мы еще сейчас все скомпономим. И опять пойдем. И опять хочешь уметь. Ну теперь, что касается транспорта. Что касается транспорта. Я поднимаю. У меня транспорт. Это больной вопрос. Я поднимала и буду его поднимать. И на парадном опять подниму. И завтра пойду с этим вопросом по транспорту. Нет. Ну. Понимаете? Дело в том, что у нас так получилось, что перед войной у нас частый транспорт. И перед войной очень много автобусов. Хозяева автобусов вывезли их на Украину. У нас осталось. На трамвае тоже. Да. Подождите. Я на трамвае найду. Не трогайте. У нас вывезли очень много транспорта. Поэтому с автобусом напряженка. Но. Напряженка, но вопрос решаемый. Я вот здесь маршрут. Я все эти записочки с собой заберу. Здесь есть маршруты. Я их скомпоную. Телефоны здесь тоже есть. Я найду, как с вами связаться и постараюсь сделать все. Вот у меня маленький праздник. Я наше всем добилась бы ходить автобусом. Я постараюсь, что касается автобуса сделать, чтобы у вас было хоть как-то решить. Теперь у меня поступила записка. У меня поступила записка, что детей не берут в углу. Я вас очень прошу. Я вас очень прошу. Запишите мне номер автобуса и когда это было. И мы будем разбираться не с абстрактным, а с конкретным человеком, кто это было. Это было вчера. Мне нужен номер автобуса. Мне нужен номер автобуса. У нас желтый ходит. Я не знаю. Я никак его не выложила. У меня вчера у меня ходит день. Мы живем в районе памятника. Мы ездим сюда. Дети мои ездят автобусом. И вот вчера люди все сели, а они самые последние заходили. Ребенок за руку взял, он прихлопнул руку ему. Это номер этого автобуса. Хорошо. Я не могу теперь выложить. Я не знаю, что работа. Мы не разберемся с другим человеком. Один номер. Вот вопрос. Еще такой вопрос. Работа молодежи. Ну что я могу сказать. Работа сейчас напряженка. Вы знаете, что у нас предприятия стоят. Я не могу сказать, что я вам решу сейчас вопрос. Что будет открываться предприятие, будет появляться работа. Зарплата органов внутренних дел. Зарплата органов внутренних дел. Ну я не знаю. Выплачивается на них. Выплачивается. У нас даже на 50% не набрано количество, которое должно работать в полиции. Потому что бюджет не позволяет. Ну я вам. Вот нам как депутатам, Юрий Николаевич, у нас представляет. Мы два месяца без зарплаты. Мы второй месяц тоже не получаем зарплату. Но нам ее задерживают, потому что в бюджете нет денег. За трамвай. За трамвай. За трамвай. За трамвай. Подождите. За трамвай. Я не могу вам, правда, сейчас ответить. За трамвай. Я конкретно подниму этот вопрос. Я прощу с ДТУ. Я могу объяснить. Дело в том, что мы сейчас ждем около 20,5 километров троллея, которые проведут и троллейбус до ДК «Ветеран». Там будет кольцо на квартале и трамваи. Нет восстановительных материалов. Но ждем. Ну почему восьмерка одна и идет и меняется семерку? Единица и семерка беспрерывно. Там люди в городе. Мы здесь нет. Да, мы едем один пенсионер. Здесь походили хорошо, ездила бы молодежь. Утром стирол, вся молодежь едет, все платят. Восьмерка ходит ужасно. И вы это все знаете. А в 4 вечера что делать? А вечером вообще. Я подниму этот вопрос. Насколько можно все добавляем. Сейчас на волочные. Я вам тогда конкретно отвечу, потому что правда. Я не знаю как. Что касается собак. Что касается собак. Вот смотрите, этот вопрос поднимался у нас на уровне правительства. Сначала была идея их отстрелять. И была возмущение прошла. Люди возмущаются. Требуют собак не отстреливать. Что с собаками делать? Вот этот вопрос в связи в воздухе. Есть масса предложений. Пожалуйста, вносите свои предложения. Ну опять же, вот смотрите. Одни жалуются на собак, другие подказывают. Дорогие мои, у нас есть люди, которые делятся на любителей собак и тех, которые любят. Ну собаки. Какая бы собака злая ни была, какая бы не плохая, но есть люди, которых просто обожают. Это защитники. Они не кусают. Их тоже кусают. Но они все равно продолжают любить. Теперь смотрите, маленький момент. Собак разводим, собак разводим. Мы сами. Перестаньте кормить собак, чем откапливать. И они перестанут размножаться. Чего же это? Это закон не будет. Я тут прошу, что реализаторы все гордятся. А они не добиваются нам. Приюты, приюты. Приюты еще на сегодняшний день не работают. Но в самых агрессивных способах, я думаю, что надо будет все равно, чтобы как-то их рекоментировать. Мы, как аудитория, военные передать им ваше пожелание. Примут меры. Отстреливать. В общем, почему? Это другие меры. Они отстреливают. Зачем же на кровь обращаться? А если их не кормить, они будут еще. Они что есть? Они будут еще кучать. Даже в зале. Кстати, еще транспорт немного жалуются перевозчики на дороге. Мы сейчас откроем и эту тему. И они говорят, мы, короче, убиваем реально автобусы. И мы понимаем, что тот тариф, который мы зазначили, который мы с вами платим, он покупает те разбитые ходовые автобусы, которые не убивают по дорогам. Поэтому они по максимуму делают то, что мы платим. Вот так вот. Просто уговариваем. А заставиться не может. Транспорт частный, правильно? Муниципального транспорта нет. Они и так идут со мной встречи. Когда дороги сделаны, а это начнется везло, что деньги уже под это заплатированы. Пока делать понятные невозможно. Даже засыпать нет смысла, потому что оно выбивает воду. Как только начнут дороги улучшаться, я обещаю, что транспорт тоже начнет лучше работать. Дня три назад мы гуляли по дороге, как идти в совпуст, не доходя переезда. Три пошиты, огромных, высыпали туда мусор на брошенной даче. Квартплату Миллеровская, 17, оплачивали 2,02 за квадратный метр. Остальные, около 80. Мы живем в экологически чистом. А зачем нам нужно? Мы через месяц окно не откроем. Он уже воняет. Это стихийная свалка, да? Это мусорная свалка. Это просто свалка. Просто свалка. Приехали, выкинули. Приехали, выкинули. Хорошо, мы, значит, билифт в этом случае привезли. В этом случае привезли. Я эту машину не видела. Я видела машину. Мусорная, да. Еще такой вопрос к вам будет. Я просто стоял там и сейчас подошел ближе. Вот почему сейчас вот такой же город. Нам платят пенсии. Пенсии платят. Один в двух. На рынке цены совсем другие. На рынке, в магазинах. Совсем другие цены. Я это думаю, что так же задавал. А потому что визу не контролирует. Я все равно должен его отправлять. Но на сегодняшний день мы понимаем, что в бюджете просто не денег. Как только сейчас принят новые налоговые коды. В связи с этим будет уже нарабатываться и увеличиваться бюджеты пополняться. Я думаю, это все равно будет проиндексировано нормальным курсом, который должен быть. Я понимаю, что вы примете этот код. Куда вы его примете? Ну, деньги мы сейчас платим. Ну, это, вы понимаете, что решение на более высоком уровне. Контроль цен нужен. Правильно женщина сказала. Контроль цен нужен. Не то, чтобы по поводу в Донецке. А надо же как-то еще и по ДНР делать. Контроль цен на образование, комиссии работы. Вы просто не знаете, но уже много примеров, когда цены опустили до того уровня, который должен быть реальным. Я знаю, что их ранение. Тогда давайте себе информацию, где эти цены завышены и на какие товары. И все. Почему показывают кости? Чтобы Донецке, чтобы Донецке. Пример, скажите конкретный. На какие товары, вот кто может сейчас... Да на любые товары. Нет, давайте на любые товары. На любые товары. Вы имеете в виду магазины в целом, да? И магазины и рынки тоже, да. Ну, на рынках же торговочи все не живуте, как и вы. Вот они пришли, они ставят цену на то, по которой покупают. Ну, не покупайте по этой цене, пустят завтра. Так, ну, с кого еще вопросы есть? Или его задайте почитать? Давайте я вам скажу. Давайте я вам скажу. Скажите, пожалуйста, на какие работы вот ребенок, допустим, в автобусе или на гуманитарте, на какую-то. Что-нибудь она имеет? На ребенка? Да. Сколько лет ребенок? Девять. Конечно, вы знаете. Какие? Вот это вот все. Ну, пенсию я получаю две тысячи. Вот даже она учится в музыкальной школе, а платим музыкальную школу и на дорогу дать. Вот эти две тысячи. А еще вот дети? А вы обращались, чтобы вам дали гуманитарную помощь? Куда? Кроме Рената Ахмедова, может быть нечего. Вот СССР. Вы спокойно обратитесь в СССР. И я думаю, вам предположительно ответственно. Вам скажем, какие такие вопросы получаются? Ну, просто вот смотрите, чтобы вы понимали. Возможно, где-то вы на нем не внести к выпуске с ним несены. И никто вас туда не внесет, потому что на нем нет такого. Поэтому немножко инициировать не на работе. Если не будет получаться, тогда проходите нас через прием. Мы вам поможем. Давайте.